20 июня во Дворце культуры прошла 9-я ежегодная конференция ТОС. Она стала традиционным мероприятием, которое в этом году прошло в нашем городе. В зале Дворца собрались активисты органов территориального общественного самоуправления, представители муниципальных образований региона, администрации Костромской области, а также представители из Москвы, Ярославской, Ивановской, Владимирской и Вологодской областей. Мы рады вас приветствовать на гостеприимной пустой земле. ТОС – это именно то сообщество людей, которое действительно на самом деле переживает за то, как будет выглядеть их улица, как будет выглядеть их двор, их дома. И это самое главное, то, что люди инициативой снизу помогают решать нам все вместе достаточно серьезные вопросы ремонта, содержания зданий, благоустройства, детские площадки, спортивные площадки. Я думаю, что благодаря инициативе «Снизу» и президент, и правительство приняло те решения, которые, те народные инициативы, финансирование их. И я скажу, что еще ранее правительство и президент эта программа уже заработала на территории нашей области благодаря решениям губернатора Костромской области, Сергея Алексеевича Ситникова. То есть те деньги, которые выделялись нам в свое время на решение наших самых острых проблем, они уже начали работать гораздо раньше, чем правительственная федеральная программа. Это показывает то, что инициативы «Снизу» поддерживаются на региональном уровне, на местном уровне. И я скажу, что у нас многие дворы преобразились, они стали более уютными, современными, красивыми и удобными для жителей нашего города. И это, конечно, задача стоит перед всеми нами, вместе решать проблемы, которые насущны у населения города. Это и благоустройство, это и детские спортивные площадки, это содержание общего домового имущества. И это вот в этом зале, я думаю, что собрались лучшие представители ТОСов, которые действительно сегодня поделятся мнениями своими, поделятся своим опытом. Я думаю, что нам будет всем гораздо легче решать все наши общие проблемы насущные. Каждый город, село стремится к развитию. Особенно эффективно получается, когда сами люди создают для этого ресурсы и возможности. Такие практики заслуживают особого внимания. Лучшие примеры практик обсуждались в ходе заседания. Перед собравшимися выступили председатели ТОС, победители областного конкурса. Опытом организации территориального общественного самоуправления БОЯ поделился с гостями конференции глава администрации Игорь Ральников. Вкратце расскажу о тех достижениях, которые совместно ТОС, совместно с администрацией достигли за последние годы. Хочу отметить, что сегодня вам будет представлена возможность сделать это воочию, так как у нас организованы экскурсионные автобусы, можно будет проехать по территории города и посмотреть на достижения наших ТОС, наших лидеров. Территориальное общественное самоуправление охватывает всю территорию города, официально зарегистрировано без образования юридического лица 30 органов ТОС. Значит, активно, в настоящее время наиболее активно работают 10 ТОС общей численностью 9064 человека, что составляет 37,7% от общей численности жителей городского округа города БОЯ. Еще раз подчеркну, юридические лица у нас не образованы ни в одном ТОСе, то есть все председатели работают на общественных началах. Перед довиком среди ТОС долгое время остается ТОС номер 2, председатель Павлова Елена Михайловна. По итогам областного конкурса лучший орган территориального общественного самоуправления 16-го года ТОС номер 2 занял второе место и премьирован денежной суммой в размере 60 тысяч рублей. Отличается большой социальной активностью ТОС номер 3, председатель Кукушкина Довариса Пайковна. Заметную работу по благоустройству территории, работу с отдельными категориями граждан все последние годы проводил ТОС номер 16 под председательством винограды Любовь Михайловна. Два года подряд ТОС номер 16 получал пощательные призы за участие в областных конкурсах. В текущем году в лидеры вышли ТОС номер 8, председатель Паганова Наталья Петровна, ТОС Радуга, председатель СИЗО Наталья Николаевна. Оба ТОС стали обладателями в своих номинациях первых мест и денежных премий по итогам прошедшего в городе муниципального конкурса «Улучший орган территориально-общественного самоуправления 2018». Видимым результатом их работы являются благоустроенные двороги территории, новые детские спортивные площадки, отремонтированные питьевые колодцы, поддержка граждан в сложных жительных ситуациях, также улучшение правопорядка и пожарной безопасности. Хочу сказать, что все председатели ТОС находятся сегодня здесь, в этом зале города Боя. Я с этой трибуны хочу поблагодарить за активность, за активную жизненную позицию, за привлечение граждан, и благодаря именно этим людям наш город становится благоустроеннее, комфортнее и жить людям становится лучше. В целях взаимодействия органов местного самоуправления городского города Буй с органами ТОС при главе администрации города создан совет по вопросам деятельности территориально-общественного самоуправления. Совет строит свою работу на основе утвержденного и согласованного с председателем Совета ТОС плана. В отчетный период проведено 6 заседаний Совета ТОС по различным вопросам о совершенстве нормативно-правовой базы, взаимодействии органов ТОС с территориальными органами социальной защиты населения, комиссии по делам несовершеннолетних, МОМВД России и Гуйский, органами пожарного взора, коммунальными службами города, о предоставлении муниципальных и государственных услуг через МФЦ и портал Госуслуг, об изменениях в жилищном законодательстве, о ремонте и содержании дорог, вывозу крупногабаритного мусора, изменения в генеральную схему очистки города и многое другое. В повестку каждого заседания включается выступление председателя Совета ТОС. Практически каждый председатель Совета ТОС имеет возможность осветить свою деятельность и обсудить наболевшие проблемы и обменяться опытом с коллегами. По предложению Совета было разработано и утверждено 30 мая 2017 года Думой города новое положение по территориально-общественному самоуправлению города. Традиционными стали встречи жителей и актива ТОС с депутатами Думы городского округа «Город Буй», представителями органов местного самоуправления. Как правило, такие встречи жителей с представителями власти проходят в форме диалога по волнующим вопросам, уличному освещению, благоустройству, творожек территорий, вывозу мусора, ремонту дорог, окосу территорий. Муниципалитет всячески приветствует активность граждан, их хозяйское видение проблем, готовность решать вопросы на своей территории самостоятельно. Проблемы, требующие вмешательства органов местного самоуправления, фиксируются, их решение находится на постоянном контроле местной администрации. Все мероприятия, проводимые органы местного самоуправления, ответственные за взаимодействие с органами ТОС, консультирование по вопросам создания ТОС освещается на местном телевидении газета «Буйская правда» и сегодня на официальном сайте администрации города в разделе новости деятельности ТОС. В последнее время благоустройство дворовых территорий стало ключевой задачей органов местного самоуправления города. Для этих целей привлекаются бюджетные и небюджетные денежные средства, помощь спонсоров и граждан. Уже очень много дворов, многоквартирных домов в настоящее время оборудовано современными детскими игровыми и спортивными площадками. Их содержание осуществляется как за счет средств местного бюджета, так и при участии жителей ТОС. Органы ТОС уделяют большое внимание сохранности малых форм и игровых элементов, также проводят разъяснительную работу с детьми. Зачастую дополняют оборудование детских площадок новыми игровыми элементами, ограждениями и прочим оборудованием. Впервые именно по инициативе ТОС и с участием жителей в городе начали появляться детские площадки не только на территории многоквартирных домов, но и на территории частного сектора. Отмечается большая активность жителей в решении вопроса благоустройства своих территорий. Жители практически всех домов ТОС принимают участие в работах по изделенению, благоустройству своих территорий, ремонту фасадов и изготовлении своими руками малых форм. Второй год подряд городской округ «Городбой» принимает участие в президентской программе формирования современной городской среды. Участие в конкурсных отборах, как правило, предшествует большая работа по информированию жителей по вопросу подготовки заявок и процедурам их отбора. Проводится большая работа по общественным обсуждениям, народным инициативам, голосованиям, полутора проекта, благоустройству территории муниципального образования, соответствующих функциональным назначениям. Жители ТОС, участники ТОС принимают активное участие в подготовке предложений для участия в конкурсных отборах. Благодаря данной программе участие ТОС в 2017 году было благоустроено 3 дворовых территорий. В 2018 году планируется благоустройство дворовых еще трех многоквартирных домов. Особенно хочется выделить объект общегородского значения, благоустройство которого реализовано в 2017 году в рамках программы формирования современной городской среды. По предложению инициативной группы ТОС номер 2 в прошлом году была проведена большая работа по благоустройству набережной реки Кострома. 24 апреля 2017 года в зале заседания Думы был организован семинар с участием актива ТОС по реализации проекта благоустройства набережной. ТОС участвовал активно в общественном обсуждении с привлечением всех граждан города. То есть инициативная группа замкнула на себя всех граждан города именно при проведении общественного обсуждения и выбора территорий, и народного голосования, которое было проведено в прошлый год, и непосредственно самого дизайна по организации этого проекта. Дальнейшая инициативная группа ТОС-2 принимала участие в контроле качества строительных работ, инициировала и участвовала в многочисленных субботниках на данном объекте, и, конечно же, стала одним из почетных лиц, кому было предоставлено право перелезать символическую красную венку на торжественные открытия надрежда. С участием актива ТОС, администрации города, был сформирован проект развития городского округа, город Бой, Костромской области, основанный на общественных инициативах. Но я повторю, что наша область работает в этом проекте уже три года. Значит, данный проект тоже проходит конкурс на отбор муниципальных образований Костромской области, и благодаря этому за эти три года построены детские спортивные площадки во многих дворах многоквартирных домов. В 2018 году аналогичные площадки будут построены на территории трех многоквартирных домов. Кроме того, по инъекции ТОС номер 26 будет построена спортивная площадка школы номер 5 по улице Дзержинского. Реализация данного проекта предусматривает долевое участие жителей в размере 20% стоимости объекта, что составило в 2017 году 973 139 рублей, а в 2018 году планируется привлечь 616 000. Основной концепцией взаимодействия администрации в органах ТОС является предоставление финансовой поддержки именно на конкурсной основе, на грандовой основе. И благодаря этому ТОСы, занимая места, получают то финансирование, которое необходимо для решения их проблем. В заключении мне хочется отметить, что развивая и поддерживая деятельность территориального общественного самоуправления, мы создаем платформу для диалога с жителями в решении многочисленных проблем и общих городских задач. Для боевлян помимо работы сегодня важна комфортная, безопасная и современная среда, в которой они хотели бы остаться жить, трудиться и расти детей. Работая совместно с органами территориального общественного самоуправления, общими усилиями данная задача становится достигаемой и реальной.